Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и вы смотрите свое любимое шоу Половинки. Да, ребята, это мой новый пернатый друг, и он будет временами обозревать вместе со мной. Вы ждали новой Половинки? Если это так, то поддержите меня лайком, потому что мы начинаем. Меня зовут Женя, мне 24 года, и я женщина... А, высокая. Я очень высокая. Очень-то сколько? Два... Ну, не два метра. Два днями и не одного свидания. Ну, там метр восемьдесят, метр девяносто ростом. С какой проблемой вы к нам пришли? У меня очень сильно развит комплекс роста. А какой у тебя рост? Метр восемьдесят три. Это болезнь какая-то? Ну, у меня такие есть, подруги даже. Нет, это не болезнь, это, скорее всего, самовнушение. Нет, это заниженная самооценка. Высокая девушка, аборитная. Для меня это проблема. Мне не верится, ну, абсолютно, ну, никак. Не могу я поверить в то, что я на самом деле могу кому-то понравиться. И да, я себя называю девушкой-корой, стенкой. А что значит для тебя гора? Это какая ты? Большая. Очень большая и очень крепкая. Да, с одной стороны, это, в принципе, неплохо. Опять-таки, с одной стороны. То, что могу за себя постоять. А ты носишь какие-то каблуки, платье? Крайне редко. Во-первых, мне некомфортно, мне тяжело ходить. Я не люблю каблуки носить. Я становлюсь еще выше. Мой стиль и одежда больше спортивной. Джинсы, футболки, безразмерные вещи. А как у тебя складываются отношения с мужчинами? Были парни? Как бы отношений серьезных не было. Это заканчивалось банальным сексом и все. Без чувств, без обязательств, без ничего. Мужчины к тебе как относятся? Как мясо. Все парни, с которыми были интимные отношения, относились как в давалке, скажем так. В основном это происходит где-нибудь в каких-то компании. Это обьянно очень. Почему ты сейчас плачешь? От чего тебе больно? От того, что нет взаимопонимания в семье. А что папа говорит? Любимая фразочка. Что-то вроде «в этом доме никого не будет выше холодильника». Папа тебе внушил, что это недостаток и по этому поводу нужно страдать. Обижаешься на папу? Конечно, обижаюсь. Очень сильно обижаюсь. А какой же мужчина является для тебя идеалом? Идеалом это все-таки... Я, наверное, позиционирую своего дедушку. Ты, пожалуй, единственный человек, которого можно было назвать. А дедушки уже нету? Реально любящим и отцом. Я воспитывала дедушку. И все, что самое доброе, хорошее и светлое у меня от него. Вот это вот реально стена для меня. То есть ты хочешь парня тоже такого сильного, мощного, как дедушка? Мощного. И я хочу в кое-то веки себя почувствовать слабой. Ага. Мне никогда не говорили слов «я тебя люблю». Это чертовски хочется услышать. Такая милая Женя. И столько комплексов, неуверенности в себе. Мне кажется, что папа, конечно, там перестарался с воспитанием. Но ты подумал о том же мужчине, что и я для нее. И, что немаловажно, они оба хотят семью. Давай смотреть, что из этого получится. Давно я споставил поясню на роженых репах. Был опыт у меня громадянского шлюба. Прожили до сих пор. Она была старша. Майже не 10 лет. Старше на 10 лет. Было тяжко. Год прожили якобы в таком состоянии. Я в Черкасах маю свою властную квартиру. Дуже хочу уже мати семью. Готовий мати диток. Я дуже люблю диток. Мне хочется уже по-справжньому кохати. Хочется повертатися не в пусту квартиру. Женя збирається на своє перше у житті побачення. Образ з того, що є у шафі. А от мейкап за останніми модними тенденціями з глянцом. О, щас накраситься так вызывающе, да? Я не знаю, що можна ожидати. В принципі, у мене його не було. Ще ні разу. Іллюзію не хочу строити. На моїх декляння. В якому в шінічині була ухожена? Жіночність була в деклянням. Не хотів дебіні стратеги стратеги стратеги. А йому 23-24, але він на 10 лет старше жил. Олександр призначив Жені зустріч на виїзді з Києва. Автобус на зупинку? Не дуже романтичне місце, як для зустрічі на першому побаченні. Жені? Снимаю шлем і зразу залипався. І мені даже кажеться, я заскочила просто. Малочки. Мені, Саша, дуже. Жені, дуже приємно. Взаємно. Перше впечатлення, у мене до сих пор улыбка з лиця не сходить. Я це навіть не можу описати. Трошки налякав зріст. З дитинства, що якщо ви ще в мене, то я трошки вищемлений. Не проти поїхати на побачення за мною на природу? Не проти. Не боюся? Ну, хотіла спробувати завжди. Зараз я тобі допоможу. Мотокурточку, молодець. Шлем, звісно, забавний. Мамочки, може, куде в мене гідівать? Така була злякана. Тобто я відчував якусь таку напруженість. Не страшно було? Звісно, страшно. Перший раз. Підемо. На якийсь карьєр приїхали. Крусіровач. Любимо моє місце. Дуже люблю відпочивати на природі. Сачок, хлебушек. Я там десь... Ну, трошки хвилювався. Як вона віднесеться до цього всього? До дикої природи? Без умов, да, якогось там такого... Ну да, на дітей вже рост-то плюс-мінус. Виходько, десь подальше цивілізації, це для мене за щастя. За счет того, що я все своє время фактично провожу на роботі. Ми сьогодні будемо варити б'юшку. Ти поки розпаковує речі, я зараз піду поставлю сітки. Я, як би, решила, ну, не терять особо времени. Раздолбаный стол, як би, сделать, це, ну, клеве ідело. Думаю, ну, костер нужен буде. Пошла баба роботать, оп-оп-оп. Я не могу сидіти без дела, мне нужно, ну, хоть что-то наделать. Пока мужик пошел за рыбой. Я на нього тут 30 мерами. Ти вже все приготувала? Не то, що був здивований, я такий, був трошки шокований. Я розуміюся, вона бабагу. Відійшовши відсумування, Саша сміливо ставить запитання, що вже давно його хвилює. Чому ти прийшла на проєкт? Я думаю, ти заметила, я доволі висока. Це ти так вирішила? Мені це внушили, дуже длітельно і навязчиво. Хто? Папа. Для мене це стало свого роду комплексом. Це не любов, називається влюблённість. Тако я є, да. Я рибний бізнес. Моих батьків, я трошки порішов до мене. Я роботаю на канізерській фабрикі. Я, в принципі, готовить не особо умею, но быстро учусь. А як же тебе ж професія, як би, трошки ж пов'язана? Абсолютно нєт. Я фінансіст. Ааааа. Ти в спортклубі працюєш, тренером, я так розумію. Так. Саме дитинство Товське був. Був такий комплекс дитинства. Він відложився навіть по сьогоднішній день. Зміг сам трошки, як би, привести себе форму. І зараз допомагаю іншим. Чтоб ти розумів, я три роки назад весила 120 кілограмів. Мені було цікаво з нею спілкуватися. У нас виявилися, да, там, спільні теми, спільні проблеми. І раптом на самому цікавому місці розмову обривають незнайомки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми хотіли запитатися ви, Саша. Попович. З вами такі щасливі. Олександр Попович – фіналіст першого сезону проєкту «Зважені та щасливі». Клопців вдалося скинути вагу майже вдвічі. Тож не дивно, що Сашу пам'ятають і пізнають і до сьогодні. Тричі прай для походіння. Я не хотів взагалі цю тем якось зачіпати. І по нашому знайомості з Женю я так розумів, що вона не знає, хто я, що я ще приймав, де участь, чи не приймав. І мені було це приємно. Та ладно, серйозно. Блін, і якось так неудобно стало. Ми просто приїхали відпочити, а зранку дивились там місце, його вже зайняли. Може ми якось з вами? Добре день, Саша. Ярослав. Ярослав. Можна вас попростить костерчиком? Да, без ласка, ми вместе вистачили. Там мені, чесно кажучи, не дуже понравилось. Ну, до свидання, так себе, получается. Мені дуже тяжко відмовляти люди. Я пропоную нам випаде знаємства шантайського. І що народ требує. Та знайомство, так. Саша, ти сітає з нами посидиш. Ти свищаєшся, що ми тебе оточили, ні? Я щас сказав, я спомогулюся. О, може пам'яті. Дівчата дуже активно проявляли якось ініціативу то фотографуватись, то якісь теми. Ну, їй щас було обидно. В тій ситуації для мене були всі рідні. Ми з Женєю їхали просто як на знайомство. Ці троє дівчат приїхали теж як на знайомство. Я не міг конкретно когось якось відділяти, когось відфутболювати. Так ви вірвалися, залишили, налякали нас. Парень думає, може з кем-то другим познакомить. Нікаої річних людей. Я, коли нахожусь в компанії зіми более мелкими дівочками, я предпочитаю переключитися на когось іншого, але не відсвечувати перед тим парнем, який мені подобається. Поки Саша насолоджується компанією красивих і жіночних, Женя відмінно справляється із чоловічими задачами. На жаль, в наш час жіноча сторона не зовсім відстояє від чоловічої. Женя помітно нервує. Якщо градус впевненості згасає, то градус у чарці навпаки. Для мене, звісно, жінка повинна бути жінка. Чоловік не повинен сидіти за столом і чекати, поки жінка налія і перепроса. Разом бахнули, закусили. Яріка, що там може вже ставити нас, допомагати тобі? Я нашел в Жені свого компаніона. У мене в основному більше знакомих парней. Я не можу даже сама для себя. Ну, она тоже не могла бы глухать. Граждане, товарищи. Почему у нас так пусто? Мені здається, Женя сильно активно начала наливати. А это наливаєт? Ну, я согласен, що, в общем-то, і пацан, якби, не красиво йдет. Якби, це вже не свідання у них. Ну, і він, якби, наверно, може бість не сильно пітається їй понравиться. Ну, і она так, знає, е, наливай! За всіх нас. Я переключила своє внимание на Яріка. Це моя відмічна і защитна реакція. С Яріком достаточно быстро нашли общий язык. Давай. Дзиндзинь понемножку. А вот этот кусочек щось вроду не особо. Или да? Вот це тоже. А воно за такого, в принципі, грех не випить. Грех не випить. Я проявилася в этом не з краще. Я це помітив, мені це було не зовсім приємно. Поки Женя випивала, дівчата активно проявляли ініціативу. Знаєш, що з таким мужчиною себе дамо чуствую, як за каменій стіною. Саша такий турботливий. Інтелектуально подійми. Я опять сделала абсолютно дурацьку ошибку. Переключила внимание на другого человека. Надяюсь, що це не сильно обидела Сашу. А якщо обиделася, то постараюсь зробити все, щоб загладити свою життя. Наступного ранку Володимир Науменко зустрічається з Євгенією. Дякую. Як прошло первое свидание? Ми приїхали в абсолютно замечательне місто. Лес, озеро. Я решила привести все в порядок. Сломан столб. Я просто поставила його на місто. Забрала дров, разрыгла костер. Це ж дівчина. Для мене це не бачила проблема. А де Саша? А он ставил сетку на рыбу. Потом немножко планы поменялись. Приехали ребята. Три девочки, достаточно симпатичные. Я всегда себя некомфортно чувствую на фоне более каких-то крупких девочек. Куда делся Саша? Саша общался с девочками. Решили выпить за знакомство. Сначала шампанского немного выпили. Потом уже мясо начало. На самом деле, а тут она нажралась. А что вы еще пили? Его пока мясо варили. То есть ты считаешь, что это женское дело? Жарить шашлыки, разводить огонь. Боли бухать, да? Шампан, а не из-за односи. Для меня это нормально. Все-таки этим должен заниматься мужчина. Мне стало как-то не по себе расстроено. Мне нужно раскрыться и все-таки показать, что я девушка, а не пацан. У меня есть друг, который может помочь полностью тебе поменяться. Ты готова рискнуть ради второго свидания, ради Саши? Да, я готова. Выпрямь, пожалуйста, плечи. Мы начинаем от тебя. Что-то модельеру опять. Шел Володя. А, ну это с проекта... Пока я еще не разглядел там длинных волос. Модель по-украински. Вошло два мужчины. Ну, здравствуйте. Это мой друг Ричард Горн. Ричард Горн. Хореограф и эксперт проекта «Супермодель по-украински». Да, да, да. Самый он будет работать с Евгенией. А чем он ей поможет? Я буду посадить на свой гардероб. Да. За годину до встречи Евгения отримала от эксперта завдание. Собери лучшие шмотки. Собрать весь свой гардероб. Тут стилистом не надо быть. Видно, что это гардероб не 24-летней девушки. Это скорее гардероб женщины, которая пытается оттолкнуть от себя не только мужчин, а вообще в принципе все человечество. Закон вселенной гласит, если хочешь получить что-то новое, нужно избавиться от чего-то старого. Да. Любимая вещь, покажи. Вот эта вот рубашка. Угу. Что еще? Это вот футболка. Я возьму еще вот эту и вот эту вот. Держи и не жалей. Мне, в принципе, пока пинка подзем не дашь, я ничего не сделаю. Прежде чем ты их кинешь туда, ты их порвешь руками. Начинай со своей самой любимой. 24 года одеваешься, как бабка старая. Порвать, разодрать, кто ведь грел. Во, отлично. Бросай, вот. Вот это, наверное, было самое любимое, да? Нет, оно было просто самое удобное. Угу. Это такое обрешение. Мне хоть что-то взамен дадите. Гори, гори, ясно. Красота. Какие ощущения? Это истерика уже просто. Истерика. Еще, давай, кричи. Еще, еще. Снимай футболку, сжигай. О, бля, боже, там тут есть, что показывать. Мужчина тебе ткнул носом. Болись. Есть. Кинзу ровно. Во, бля, ручь вперед, красавица. Старые речи Жени знищено. На ны, как и у Витя Врича, уже чекает. Что-то взамен дают. Ты должна прекрасно понимать, что у тебя очень широкие плечи. Что для увеличения низа? Юбка, в основном. Юбка. Аксессуары, что на шее? Крестик. И анатомическая модель сердца. Он очень короткий. Тебе нужно что-нибудь подлиннее. А ну-ка, ныряй. Опс. Тебе нужно акцент вести вниз. Милей. Ты в том возрасте, когда ты еще девушка. Поэтому давай в твою женственность. Подчеркивать. Открывать и экспериментировать. Держи. Панч. Что за пачка? Там ходить реально. Но, чтобы в ней ходить, тебе нужны каблуки. Снимай свои вот эти вот... Навнадавы. Это кроссовочки. Кроссовочки. Очень вообще шикарные кроссовочки для подросткового мальчика. Как я вообще буду выглядеть в этом? Боже, я еще выше стану. Пройдись, пожалуйста, по подиуму. Я хочу посмотреть, как ты это все вообще видишь и ощущаешь. Она не ходила на каблуках. Это видно было с первого взгляда. Боже, унылое говно. Господи. Ты будешь идти на свидание? Ну, не в таких же шпиляках. В шпиляках. И в юбке. И девочкой. И не вот так вот. Ты выглядишь, как губник на районе. Смеху мало, на самом деле. Это выглядит нелепо. Тянем себя на спиночку. Вот. Пошли. Легче, легче. Свободнее. Сейчас я говорю, что я его уже довела до нового состояния. Ну, наверное, сама стесняется. Сейчас он еще и палкой клепает. Красиво, грациозно. Пошла, пошла, пошла. Не перекачиваемся. По стороны в сторону. Ты не медведь, ты девушка. Я тебе сейчас еще книжки на голову поставлю. Разворачивайся. Да, мама. Ты пришла меняться? Так давай меняемся. Давай. Еще раз. Пошла. Держим книжечку, стой. Оп. Так. Это бред, если оно не держится на голове. Обувь маленькая, оно режет. Режет у меня сейчас, блядь, глаза, потому что я пришел и нянчу с 24-летней бабой. Иди. Спокойней. Сейчас кто-то взорвется. То, что не получилось, сразу, а все, я не могу. Начинается и обида на себя, и злость, и раздражение. Стараться надо. Она себя жалеет. Она хотела бы, чтобы все вокруг нее вертелось, и все ее уговаривали. Четко, ровненько, красиво. Давай, на меня. Все ты можешь. И глаз пошире. Зажимаешь диск между ног. Твоя задача его не потерять. Неси себя грациозно. Пошла. Спина. Это идиотизм. Давай, иди. Давай. Какой бред. Хватит голову, голову, не думай про диск. Как она ведет. Еще раз. Как он, блин, не издевается. Не хватает легкости. Легче. Она сейчас взорвется. Легче. Легче. О, ну это уже вроде чуть-чуть лучше. Еще легче. Еще легче. На меня. Пошла. Улыбаемся. Улыбаемся. Малая, давай, давай. Умеешь. Ой, умеешь. Ой, Магеж. Ох, Магеж. Давай, пошла. Из метода кнута и пряника на меня действует больше метод кнута. У тебя нет никаких врожденных дефектов. Ты не урод, ты не коллега, ты полноценный человек. Согласен. Саму себя брать в руки, давать себя под затыльники и работать над собой. Меняй себя. Будь красивой. Сходи в оперу. Билет. Второй билет у Саши. Твое новое свидание. Извини. Я в тебя очень верю. Я верю. И дают возможность измениться. Другое побачение начинается. Евгения приезжает до оперы. Не, ну каблучок дали поменьше. Много не мягко. Потому что я обычно не ношусь платье. Это каблучок. А Санечка. Саша уже на месте и чекает на Женю. Саня тоже в костюме. Привет. Привет. Она уже согнута, я вижу. Я был проявлен. Вот так вот. Я трошка хвалюсь. Я взгляну. Паша в оперу. Еще на спину согнуло. Ну, лично. И так засмущались дружно. Сажусь. Снизу чувак в адидасе пришел в оперу. Нормально. На сцене итальянская опера «Турандот». Сидят все с таким умным лицом. Жені великим захоплением дивилась за цим всім, что там проходило. Дві години приголомшливого действа сплили непомітно. У прекрасному настрої пара залишає оперу. Что мы будем делать? Предлагаю пройтись в проваляции по очереди у Киева. Мы пришли на «Ароку Дружбы Народа». Когда ты меня сегодня увидел? Какие ощущения были? Сухни тебе очень имели. Ты сегодня очень хорошо. Мне понравилось. Я китайцов. Я старалась. У нее такие глаза, как будто она немного выпила. Мать, по поводу твоей бывшей девушке справиться. Твоей бывшей? В минулому Александр уже намагался побудувати стосунки. У кадрів. Під час съемок проекта «Зважені та счастливі» у хлопця був роман с девчиною, яка за дивным сбігом обставин є тескою Жені. После свидания Google мне помощь такая полистала. У него были отношения на проекте. А он был меньше немного, да? Что самое смешное, эту девушку тоже Женя зову. Наповнена незнаними до сьогодні романтичными эмоциями, Женя набирається сміливості і ставить неочікуване запитання. Наверное, что он свободен, если он на проекте. Не сравниваешь ли ты нас? Вы дві різних людей, но... Параллельно не утромано. Нет. Его реакция меня удовлетворила, я расслабилась. Не сравниваешь ли ты нас? Ну, это тупой вопрос. По факту, в подсознании, конечно, он сравнивает. У него есть опыт. И не только с ней, если у него были ещё какие-то девушки. Он сравнивает. Так любой человек всегда сравнивает что-то с чем-то. Не видишь, что он тебе там высказывает прямо? Ну, ты не сравниваешь нас? Нет, ты шути, я вообще с памятью проблемой ни хрена не помню, кто у меня был бывшим, и какие у неё были характеры там полож... Вообще! Можешь? Я тебе тоже постараюсь. Сейчас убежит за свидание. Та я шучу, не убежит. Сбирал в ночный киоск, купил там ежу швидкого приготовления. Бабомарки. Незначай, мы почали задавать вопросы, какие один одного какось цікавили. На самом деле, я не хочу ничего скрывать. Касательно вот этого моего пунктика роста... Почему сама разрезала в золенную дикость? Понимаешь, лет 10 назад папа как-то переключила, перемкнула просто. Прозвучала вот от него фраза, что в этом доме никого выше холодильника не будет. И я почему-то начала расти ещё больше. Вытягивалась, вытягивалась, вытягивалась. И просто в один прекрасный момент я поняла, что я уже даже выше папа. Для меня это было шоком. Я понимаю, что это всё надуманно, что это глупо по большому счёту. То есть её рост волнует, понимаете? То есть то, что она в ширину пошла, её мало волнует. В этом проблемы у неё нет. У неё проблемы за то, что она высокая. Не потому, что она себя запустила и у неё лишние килограммы. Не, вы что? В этом проблеме не может быть. Только из-за роста. У меня, честно, подруги есть модели... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 С вами был Андрей Чент, всем пока!